тревога алармизм алармизм это моя тема алармизм люблю алармизм алармист я алармист жуткий то есть вот есть же два типа тревоги когда человек думает там и тогда блин там и тогда со мной что-то происходило и не дай бог сегодня точно такое же произойдет либо алармисты такие же как я там точно будет какая-то засада засада я хотел плавить уже слова сказать вот поэтому алармизм я вообще алармизмом живу живу от алармизма до алармизма был к вид думаю ну вот тут вот что-то будет заболеешь был теперь вот какие-то спецоперации тут значит как мы будем дальше жить там экономические так далее у меня больше всего экономический алармизм привык этому алармизма вообще скучно да да это прям правда это стиль жизни то есть с утра открыть телеграм почитать новости предположить исходя из этих новостей что дальше будет понятно что ты предполагаешь то что реально не происходит это действительно стиль жизни да не зря сказал что скучно без тревоги без крым потому что есть на есть такие противоположные типы людей как например люди зависимые у которых крайне низкий уровень тревоги моментом на момент естественно я имею ввиду да конкретно в период употребления у них то настолько низкий уровень тревоги настолько им скучно иногда что они употребляют до победного конца до непобедного конца вот ну а тревожные соответственно вот ему не скучно вообще он да там некогда скучать все время чего-нибудь происходит все время чего-то ждешь все время чего-то там предполагаешь и так далее и здесь мне кажется нам вообще коль уж мы решили сегодня чтобы поговорить про тревогу надо наверное немножечко дефиниции разложить немножечко скажем разграничить чем это чувство отличается от других чувств и соответственно тревога это такое мне кажется это даже часто ощущение которое присутствует где-то вот здесь где душа так 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 чувство тревоги всегда разные да я заходил значит с пациентами обсуждал как они чувствуют тревогу ну вот наши зрители могут например и слушатели могут обратить внимание на свое чувство тревоги задать себе вопрос а как они чувствуют тревогу где в теле конкретно она живет там так далее у тебя но большинство чаще всего локализация ощущения тревоги в груди как и на самом деле достаточно много многих чувств в принципе ощущения в груди например да в народе придумано разные эквиваленты тревоги описание тревоги метафоры там на душе кошки скребут там сосет тоску это про тоску сосет под ложечкой там или это не тоже не туда нет 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 ну в общем есть не не знаю есть разные описания в общем и целом на у многих ощущение тревоги это некий такой внутренний трепет или внутренний дрожь да это чувство может ассоциироваться с чем-то холодным если например гнев довольно часто ощущается как горячая эмоция то тревога может быть что-то такое холодное ну и какая-то вибрация такая которая передается из эпицентра где-то в груди может передаваться дальше по всему телу потому например рождая неусидчивость ощущение желания двигаться что-то вот ну какое-то такое чувство а чувство это ну если скажем сузить его там до одного какого-нибудь химического вещества наверное вызвано адреналин ну скорее сюда на норадреналин вот норадреналин рассматривается в классической физиологии как гормон жертвы то есть связывают его скорее с возбуждением чуть более гневливым к это в смысле норадреналин не гормон жертва гормон охотника это когда это вот такое возбуждение когда ты действительно это как вот наверное когда ты рыбу ловишь и тебе клюнуло и да вот это азарт типа того адреналин на больше связывает с ощущением все-таки жертвы это вот тогда уж мы говорим про вот наверное здесь есть разница дефиниции адреналин это все-таки страх если жертва значит страх чем отличается тревога от страха тем что страх как правило он предметен и мы боимся чего-то конкретного а тревога это что-то такое неопределенное да причем как ты говоришь это вот это ощущение в груди которые порождает либо здесь некая замкнутый круг то есть либо сначала здесь что то происходит а потом в голове либо сначала в голове потом вот туда и вот этот вот круг замыкается и соответственно человек тревожный он вряд ли тревожится чем-то конкретном вот что можно потом не знаю предположить то есть если он например думает о том что сейчас вот в эту студию ворвется на сосед с автоматом и начнет расстрелить это уже страх или паранойя или но если он конкретный нет и страх это знаешь когда это если он сидит и видит что за забором уже есть сосед с автоматом это конкретный предметный страх я думаю что это как бы если подключать мышление к эмоции да потому что с точки зрения субъективного ощущения наверно страх и тревога могут отличаться только интенсивностью потому что но это даже это если тревога достигает каких-то пиковых там переживаний вплоть до там панических атак она тоже беспредметная то есть понятно что к этому присоединяется ощущение страха смерти но она вторичная как бы ну потому что изначально раскручивается эта штука с тревоги и это ну по силе переживания да такой же это страх и ужас и паника там и тогда короче наверное да то есть действительно тревога от страха отличается на при присоединении мышления есть у этого предмет какой-то конкретный или нет при том что если есть предмет например и фобическое переживание но оно иррационально но например страх сойти с ума страх пауков страх пауков и да и это тревога или это страх но если он предмет ему что страх ну да он предмет это предмет на явно предметность а здесь ну хоть и иррационально размышления об экономическом кризисе, да, то есть это может быть что-то произойдет, да, и это очень такое размытое что-то такое, и ты что-то там предполагаешь, понятно, как правило, что-то фатальное, да, иначе хорошее что-то предполагать, и так все будет хорошо, вот, поэтому это вот оттуда все эти ноги растут, да, откуда эти ноги растут, кстати говоря, то есть это же... Ну, смотри, то есть, во-первых, тревога присуща всем в той или иной степени, да, и ну, как бы, да, уровень у всех разный, и, наверное, вот уровень тревожности – это штука, связанная с темпераментом, то есть с ним все-таки рождаются, с определенным уровнем тревожности, ну, то есть... Ну, рождаются, то есть есть люди, которых там, грубо говоря, не проймешь, и, скорее всего, если это там биологически взять, то это связано с надпочечниками, да, уровень кортизола, конечно, который там, и вообще чувствительность, скажем, психики к вообще любому раздражителю, то есть есть люди, рядом с которыми там бахнула петарда, они пукнули, убежали от страха, а есть люди, говорят, ну, ха-ха, и бахнули еще одну, да, то есть... Себя во рту. Ну, в общем, ну, да, то есть уровень кортизола разный, и, наверное, действительно, вот формирование тревожной личности, тревожного человека нельзя свести, нельзя свести просто к психологии. То есть психология обязательно, да, имеет место быть, как, например, в формировании обсессивно-компульсивных черт у тревожного, но в целом надо... Тревожным тоже надо родиться вообще. Однозначно. Более того, нужно воспитаться в тревожной среде, скорее всего. То есть здесь же... Ну, предположим, что человек родился тревожным, но в социуме, где не тревожится, и они ему не показывают, как тревожится, то есть он... И не разгоняют вот эти вот мысли там до полного фатального такого безумия. Как он там оказался, вопрос? Ну, подкинули там, я не знаю. Ну, может быть, там, Маугли, либо, грубо говоря, там, из детского дома его взяли и так далее. И он спокойный, то есть он научается совладать со своим биологическим уровнем тревоги. А если он родился тревожно, еще и попал в тревожную атмосферу, к тревожным родителям, все, пиши, пропало. Да, то есть там мама научит... Убей тревогу. Мама научит его переживать, папа подтвердит, что мама правильно переживает, и ребеночек, соответственно, все эти вещи наберет. Может быть, через какое-то время, там, в подростковом возрасте, он совершит, так скажем, перерешение и научится не тревожиться по таким мелочам, которым тревожилась мама с папой, а может быть и нет. Интересно, что разным временам, идет или не идет определенный уровень тревожности. То есть ты, родившись в какое-то очень неблагополучное время, если ты при этом сильно тревожный, скорее всего, ты будешь жить лучше, чем люди нетревожные. Прямо стопудов, согласен с тобой. Но если вот идти в перегиб чисто психологической теории, например, то некоторые связывают наличие ныне тревожных таких семей, в которых передается по наследству определенный уровень тревоги. Еще там с Второй мировой войной, когда был повод действительно тревожиться, и вот там мама научила дочку вот так жить всегда на тревоге и готовиться к худшему, дочка научила свою дочку, и все, вот мы пришли сюда. Ну, наверное, если бы это было правдой, то, скорее всего, у нас бы сейчас все были просто тревожные семьи. Но в каких-то семьях это идет, ну, как бы наследуется, потому что вот это вот, наверное, там наследственность, уровень кортизолог, гормонов там, значит, и так далее. Все-таки подкрепляется это, в общем-то, еще и неврологией какой-то определенной. Ну, я думаю, здесь еще один момент. Семья с семьей, но почему не может быть? Ну, например, мама тревожная, и она была носителем условного этого гена, и тут появляется антисоциальный папа, который класс. Тревожная мама будет удовлетворять мою потребность, а я здесь поживу за ее счет, и он приносит девочке, мальчику, своему ребенку уже ген нетревожности. И тут уже линия может немножечко видоизмениться. И, скажем, если тревога помогала им выживать на войне, то сейчас антисоциальность им помогает выживать вне войны, например. И, конечно, здесь такое, знаешь, смешение какой-то кровей происходит. И ты сказал про времена, и мне подумалось, что я думаю, что ощущения тревоги, они во все времена одинаковые. А наполнение ментального процесса, мыслительного процесса, вот они могут быть совсем разные. То есть это в зависимости от времени. За что переживать? За что переживать? Ну да. Вот где сталкивается, значит, семейность и просто переживание. Ну, есть такая очень упрощенная модель, как закрепляются тревожные реакции у ребенка. Когда, например, ребенок сталкивается с каким-то страхом, ну, возможно, это реальные какие-то переживания, я не знаю, там вот во дворе его там, на него полаяла собака или тем паче укусила. И он с этим страхом приходит, значит, вот он еще и тревожный, допустим, да, там при рождении у него разгоняется какой-то уровень тревоги, он бежит к маме, говорит, мама, меня укусила собака. И если мама при этом тревожная, то она разгонит эту тревогу до ужаса, она начнет метаться, бегать быстро, искать помощь и срочно искать ружье, чтобы застрелить собаку. И тогда этот маленький человек подумает, ладно, мне было страшно, вот я маленький, ей большое страшно, это вообще, значит, капец. И бац, ну, разогналась какая-то тревога. Или, например, ну, другой случай, когда довольно часто, кстати, у тревожных существует такое предписание, послание от родителей «не чувствуй». Вот, когда, например, он вместо… «Не чувствуй ничего, кроме тревоги». Да-да-да, ну, когда, например, такой, значит, обсессивный родитель сам находится в стрессе и в тревоге. Например, этот человек маленький прибежал не к маме, а к папе. А папа, значит, он еще и злой был в этот момент. И он сказал, ты куда вообще полез? Что я тебя… Ты зачем это сделал? Ты начинает… Разнослил собаку. Начинает на него гнать, например, да, таким образом. Ну и все. И получается, что ребенок чувствует тревогу. Родитель внутренний, значит, ну, потом, впоследствии внутренний, говорит ему, а ну, вообще, не лезь куда не надо, короче, и только гоня. Он вообще не помогает. Ну, то есть, это не тот родитель, который успокаивает. И в итоге, ну, это очень сжатое такое состояние, связанное с, не знаю, самобичеванием, потому что на кой черте я туда полез. И еще и с тревогой. Да, вот таким вот образом, соответственно, ну, это упрощенная схема, как это может вообще в целом закрепляться. Мне кажется, так оно и может работать. То есть, скажем, я не единожды сталкивался с людьми, у которых в течение жизни тревожность закреплялась. Ну, например, человек обращается за помощью с эпохондрическими переживаниями. Как правило, это люди, которые очень сильно боятся там заболеть каким-то неизлечимым заболеванием или перенести кардиальную патологию и так далее. Они начинают ходить к телесным врачам. Телесные врачи говорят, у тебя все нормально, иди к психиатру. Ну, и где-то там после 10-го направления эти люди все-таки приходят к психиатру. И, ну, понятно, на самом деле, с формальной достаточно критикой, с формальным осознаванием наличия у себя, скажем, высокого уровня тревожности. Они приходят, чтобы от них отвалили другие врачи, чтобы получить справку, что они здоровы. Ну, психиатр не всегда дает справку, что они здоровы. Ну, с течением, скажем, психотерапевтической интервенции или приема разного рода лекарственных препаратов, вдруг у человека выявляется какой-нибудь недуг. Ну, например, у меня была там пациентка в свое время с разного рода страхами, но тут вдруг у нее появляется патология молочной железы. И онкологическая патология молочной железы. И она говорит, вот, вы все были не правы, а я была права. И, соответственно, этот человек получает подкрепление. Еще и параноидный взгляд на врачей. Что вы уроды подглядели, конечно. И вот этот человек вряд ли когда-то избавится, я думаю, от своей тревоги. Ну, единственное, что... А ее же невозможно не подтвердить же. Ну, то есть в жизни же обязательно будет какой-то стресс. Да, да, да. Или что-то заболит, да, обязательно. Ну, и уж коль мы заговорили там про ипохондрию, как одно из проявлений тревоги, это, на мой взгляд, бывает врожденная ипохондричность. Это как раз когда, я думаю, что родители научаются очень сильно переживать за заболевания, за патологию. И это те самые клиенты. Это золотое дно для частной медицины диагностической. То есть они ходят, делают чекапы, анализы. Тогда они не совсем врожденные. Ну, в раннем детстве закрепленные. То есть это из тревожных семей, где мама вот там таскает на обследование, ребенок в течение жизни так это все делает. Но она иногда бывает приобретенная. То есть я не единожды слышал, например, после перенесенного в молодом возрасте инфаркта миокарда приходит человек, и он говорит, что все, мне было очень больно, и я теперь очень боюсь умереть. И он делает все, чтобы не испытывать эту тревогу. Да, или после пролеченной онкологии. Например, онкологии. Когда ты остаток жизни ждешь ее рецидива. И здесь очень большой вопрос. Вот патология ли это или норма? Вот я, например, теряюсь в ответе. Я думаю, что надо судить максимально рационально. То есть если это... Вот он тревожный, да? Если он и делает необходимый объем обследования, например, назначенный там, ну, раз в полгода, раз в год. То есть раз в полгода будет на исследование. А кому-то и раз в три года. Бывает и такое. Значит, вот он делает это обследование. Все рационально, все хорошо. Если он постоянно... Во-первых, он все время думает о своем здоровье. У него остальные сферы жизни сильно страдают. Вот, наверное, вот это вот самый важный феномен. Если это затрагивает его социальный функционер, если это затрагивает его окружение. Если, например, у него родился маленький ребенок, он не видит его, а бежит там на УЗИ. Ну да. Ну, то есть фокус его внимания полностью сосредоточен на внутренних ощущениях. И вообще, то есть тревожные люди, значит, счастливые люди, все счастливы одинаково, перефразируя выражение. А тревожные люди, каждый тревожный по-своему. То есть ты говоришь про ипохондрию, но есть еще ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, есть генерализованное тревожное расстройство, есть паническое расстройство. То есть проявляется тревога-то, в общем-то, по-разному, да? Бывает, ну, на чем зацепиться, как бы. Есть какой-то уровень тревожности, а дальше уже куда лучше кривая выведет, да? Куда его точка приложения вообще приведет? Иногда вот что замечаю. Когда тревожный человек осознает свой тревожный характер, например, да, и при этом уходит в какую-то активность и начинает заниматься каким-то делом, например, бизнесом. и его тревога находит точку приложения, остальные, например, вещи, вот в моменте, когда он, когда у него получается, они могут рассасываться, потому что, ну, вот, например, его та же самая ипохондрия какая-то или что-то, потому что есть такое впечатление, да, что его тревогу лишь бы куда-то, вот, знаешь, приложить, потому что уровень тревоги определенный, у него все равно будет завышенный, как бы. Вот, и если есть по поводу чего тревожиться иррационально, рационально это, возможно, лучше. Здесь по-любому, я всегда и клиентам говорю, и сам так считаю, что вообще уровень тревоги, он должен быть, например, скажем, перед экзаменом, я считаю, что мы должны испытывать тревогу, да, иначе если бы мы не переживали, мы вряд ли бы учили. Да-да-да, потому что, да, тревога выполняет роль... Контракорригирующего поведения, наверное. Да, ну, стимулирующего, потому что, как же, я бы вообще ничего не учил, не будет тревоги. Вообще в институт не пошел. И вот где граница, где граница передоза тревоги, у нас была девочка на курсе, которая, ну, жутко тревожилась, у нее соматические проявления тревоги были так, что ее соседка, она говорила так, что перед экзаменом в туалет попасть невозможно, она с ней жила. Медвеж болезнь. Да, и не только, ну, в общем, со всех отверстий, которые есть, обязательно были фонтаны. И это как раз вот этот вот перегиб, когда у нас был последний экзамен в сессии, последний экзамен по лорболезням, и там, ну, сессия очень тяжелая была. То есть там было что-то типа пять экзаменов, и это самый последний. И на самом деле всем студентам было понятно, что кафедры довольно-таки лояльные, ну, там за исключением одного преподавателя. Вот, лояльные кафедры в целом, как бы все уставшие, все все понимают, как бы, ну, в общем, можно сильно не тревожиться. А сил тревожатся, конкретно у меня и моих одногруппников уже не было. Вот, и, значит, вместо того, чтобы повторять, повторять конкретно билеты, значит, кафедра лорболезни находится на территории больницы, и там очень все заросшая территория, дикое количество кустов. А я в тот момент еще курил, вот, и пошел я просто покурить в кусты. Значит, и я захожу в кусты, ну, и, в общем, сокращаю эту историю. История такая, я захожу в кусты, и в этих кустах стоит та самая девочка, ну, у которой обычно в туалет не попасть. Вот, вокруг, значит, все эти кусты и бетонные какие-то там постаменты, они просто завалены какими-то распечатками, бесконечными лорболезней. В это время она стоит, вот так панически смотрит на каждую из них, но она, ну, как бы это помягче сказать. Подблевывает. Она конкретно блюет себе под ноги. Конкретно. И я так, не успев подкурить сигарет, просто из кустов назад выхожу, чтобы не мешать, не смущать человека. Блин, еще три. Ужасно. Она доучилась, конечно, закончилась красным дипломом. У нее парень был, Растаман, который играл регги. Компенсировал ее тревожность. И она компенсировала его раздолбайство, а он компенсировал ее тревожность. Я не знаю, что там потом с их парой случилось, но это вообще удивительный какой-то пример. Кстати, мне кажется, самый тревожный врачей – это врачи-неврологи. Нервные неврологи. Не-не, почему-то мне так кажется, потому что ведь тревожный человек, он, как правило, очень аккуратный. Да. Ну, то есть он аккуратно следит за своим здоровьем, он там всего боится, он просчитывает все до мелочей, делает там какие-то вещи. А невролог вот в классическом понимании, особенно до момента изобретения МРТ, то есть нужно было молоточком стучать во всякие вот там места и аккуратненько все это делать. А сейчас МРТ, наверное, сделал их менее тревожными, но мне кажется… Не знаю, не знаю. Мне кажется, что вообще среди врачей много тревожных, и они как-то равномерным слоем размазаны среди всех врачей. Самые нетревожные от стоматологи. Почему это? Мне кажется, самые нетревожные – это психиатры. Потому что… Потому что они ржут просто. Потому что, как говорили наши коллеги, когда мы учились в интернатуре, ты заходишь в кабинет, и все ботанят. Когда заходишь к психиатрам, все ржут. Все ржут, да, так и есть. Ну, мы-то ржем, потому что мы, наверное, немножко выгораем. Наверное, мы немножечко с юмором относимся к своей тревоге, потому как видим очень много тревоги в наших кабинетах, когда люди приносят ее. И, соответственно, учаемся, наверное, немножечко с другой стороны. Со стороны как стендапа, наверное, на это смотреть. Ну, это должен быть добрый стендап, да, принимающий. Короче, это же одна из зрелых психологических защит – юмор. И вот, кстати, с этой психологической защитой частенько у тревожных людей бывают такие проблемы вообще. У них нет проблем с такой психологической защитой, как избегание. Она у них и цветет, и пахнет. То есть человек с тревогой, он вдруг начинает избегать ситуации, где он испытывает тревогу. Ну, это вот мы с тобой там пару минут назад говорили про то, что у человека есть какой-то уровень тревожности, который либо имеет точку приложения, либо нет. И если человек тревожный начинает просто избегать тревоги, сидеть дома, например, никого не ходить и просто быть в тотальном комфорте, то на долгосрочной перспективе это нисколько ему не помогает, потому что он все равно… Да, это делает ему хуже. В том смысле, что он все равно тревожится, но теперь поводы, ну уж совсем уже такие тяжелые. Там совсем другие поводы. Совсем другие поводы. Он все равно будет тревожиться. Вот в том смысле, что… Да, у меня в этом случае есть там несколько наблюдений. Одно достаточно такое мощное, опять же, касающееся ипохондрических переживаний. Клиентка там много лет назад обратилась со страхом, что поднимется давление у нее, и, соответственно, на фоне повышенного давления будет инфаркт, инсульт и так далее. Когда человек переживает, у него физиологически поднимается давление. Оно должно подниматься. Мы с тобой вначале сказали там про кортизол, норадреналин, адреналин и так далее. Эти вещества все поднимают давление. Учащается сердцебиение, соответственно, учащается дыхание. Ну и замкнутый круг. Чем больше там поднимается давление, тем больше, что тревожится. Потом человек устает. А норадреналин, адреналин это вещества, которые очень быстро распадаются, и, соответственно, потом описточный лежит. Так вот, клиентка дошла до чего? До того, что купила себе квартиру, заставила, точнее, мужа поменять квартиру на ту, которая находится рядом с больницей. И больница, мягко говоря, не самая хорошая. Мы ее иногда «Последний путь» называли, но потому что вот такая не очень хорошая. Идея была в чем? Говорит, если мне будет плохо, скоро, говорит, не успеет приехать. Но даже как бы мне не было плохо, я доползу до приемного покоя этой больницы. Ну, потом, соответственно, мы отобрали у нее тамнометр, ну, так вот отобрали утрированно, и тревогу у нее приобрела другое точку приложения, начала бояться сахарного диабета. Колола себе пальцы всячески и так далее. Ну, в целом, можно сразу жить в больнице. В больнице, да, можно стать просто врачом и докринологом. Да, это та самая штука, когда ипохондрик бывает рад, когда у него что-то нашли, и все, теперь... Ну, потом мы постепенно начали там работать, и на сегодняшний момент человек все-таки переехал в Москву даже и живет далеко от больницы. Вот, и не колет пальцы, колол пальцы на две зарплаты своего мужа. Вот эти вот полоски, это же достаточно дорого. То есть, и это то, что привело... Он говорит, да пусть колет, лишь бы деньги оставались, а наколол столько, что денег даже не оставалось. У меня один раз в жизни была паническая атака. Значит, длилась... Я так прям совсем в подробностях не буду описывать свои ощущения, чтобы не триггерить тревожных людей, которые нас слушают. Но в целом ситуация была такая. Короче, я был в походе в одиночном по заповеднику. Вот, и, значит, день до этой атаки прошел достаточно тревожно, потому что у меня не было связи, и мне надо было, значит, позвонить домой. Я вот искал способ позвонить, нашел в итоге. Вот, насобирал в лесу грибов, приготовился белых исключительно, приготовился суп, значит, и ужинал я уже в темноте. Когда я в темноте, значит, ужинал, ко мне, к моей стоянке, пришел кабан. Он просто мерно похрюкивал, шел по дорожке спокойно, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, подошел поближе. Он, так как они достаточно все-таки слепые животные, ну, плохо видит, он очень поздно меня увидел, взвизгнул по-свински, значит, и убежал. Вот. Это меня тоже встревожило, как бы. Вот. А потом я лег спать. Но вас все-таки встревожило или испугало? Ну, испугало, ладно. Короче, ну, я бы сказал, встревожило, потому что я не очень сильно испугался. Испугало в моменте, но вызвало тревожные мысли. Да, что-то... Ведет ли ночью какая-нибудь хреновина целой толпой? Ну, короче, вот. И я лег спать и проснулся. Проснулся я, наверное, где-то часа через два-три. И, в общем, меня просто подбросило от каких-то непонятных, неясных ощущений. Я проснулся, значит, я почувствовал, у меня какой-то вроде как будто бы дискомфорт в животе. Мне страшно. Я, значит... Ну, вот это тот момент, где я не хотел бы описывать подробные ощущения. Ну, в общем, мне жутко страшно, значит, и всякие телесные ощущения, сердцебиение там и так далее. И, в общем, я думаю вот что. У меня мысли такие, что, наверное, я сегодня объелся каких-то грибов вообще непутевых. И я обязательно здесь умру. Я обязательно здесь умру, а я в заповеднике. Здесь никого нет. Ну, то есть я ничего не смогу с этим сделать. Я просто здесь помру один. Вот, конкретно. И сожрут меня кабаны. И меня хлистает ужасная паника. Ну, то есть конкретно я вообще, я не знаю, куда деться там и так далее. Ну, я вышел из палатки, потому что невозможно было находиться как будто бы. Хотелось больше воздуха там и так далее. Вот. Но довольно быстро я пришел в себя. То есть адреналин какое-то время еще бурлил. Вот. Но по факту всякие там вот эти практики заземления мне помогли. Потому что я как-то очень, знаешь как, очень резко и неожиданно, когда я совсем проснулся, на меня нахлынуло осознание, что я не умру. Потому что никаких ни тех грибов там точно не было. Это точно были белые. Я никак не мог перепутать. Ну, то есть вообще абсолютно очевидно. Я как бы это вот сразу... Ну, когда я это понял, меня еще какое-то время калашматило. Но фактически в голове были те самые КПТшные мысли, которые вот... Ну, то есть я знаю, что сейчас со мной происходит. От этого не умирают. Какое-то время мне еще будет плохо, но потом меня отпустят. И от этого... И так далее. Какое-то время еще меня держал, действительно. То есть все равно мне было страшно. Хотя мыслями я все понимал. Вот. Но когда все это успокоилось, я почувствовал дичайшую вообще усталость. Просто ужасную. Меня вырубило в сон. И я проспал очень долго в этот день. Ну, вот здесь ты описываешь абсолютно классическое проявление вот этого ночной тревожности. Ночных приступов тревоги, которые, я думаю, что наши слушатели, зрители подтвердят нам в комментариях, что могли переживать такой-то класс. Написал, что перед этим был тревожный день. И очень многие люди такие пробуждения испытывают именно на фоне тревожных дней. И потом ночью у нас в норме существует суточная динамика выработки кортизола. И где-то там с трех до пяти утра кортизол вырабатывается. Именно в этот момент женщины начинают рожать. Именно в этот момент... Отвлекают гипертонические кризы и так далее. Это самое такое пиковое время во время дежурства в больницах. Там скорой помощи всегда в это время летают по городу и так далее. Так вот, он и так достаточно высокий. А тут он еще повышается на уровне базовой тревожности. И, соответственно, человек просыпается. И ты говоришь, неприятные ощущения, связанные с перевозбуждением вегетативной нервной системы. Какие-то спастические, может быть, ощущения в животе. Ощущения там некачественного вдоха. И, соответственно, мысль, ну, наверное, умру. Теорее всего. Но потом, соответственно, все это дело сгорает. И человек засыпает. И очень многие тревожные люди, особенно с генерализованной тревогой, они описывают, что я проснулся где-то там с трех до пяти утра. И потом мне на работу вставать в шесть. И вот после вот этого часа какого-то сна, потом уже ужасное состояние, разбитости какой-то и так далее. Кстати, этим же кортизолом пользовались в свое время синие киты, если помнишь, такие были, которые детишек доводили до самоубийства. Они им написали, разбуди меня в 4.20. Вот именно время. А время именно. Именно время, да. Время, я понял. Ну, а невротическое закрепление таких приступов происходит на фоне ожидания тревожного, повторения, ожидания повторения, что вот мне этой ночью было плохо, а вдруг то же самое будет со мной и в эту ночь. И это сильно подкрепляет, вообще наличие вот этого негативного ожидания подкрепляет в дальнейшем разворачивание панической атаки. А почему со мной такое не произошло? Этому есть несколько причин. Во-первых, я не очень тревожный персонаж по жизни. Ну, то есть, у меня есть социальный уровень, ну, социальная тревожность определенно абсолютно, но в плане там своего здоровья, вот таких вещей, я не очень тревожный персонаж. Достаточно спокойно. Во-вторых, я просто, ну, я знаю, что это было, да, там, ну, и много разных других факторов. В конце концов, на тот момент я был не сильно уставший, я был в отпуске, и вообще в целом вокруг щебетали птицы, была прекрасная погода. И вообще, ну, ну, в общем, это просто не про меня, потому что в этом смысле, ну, я не склонен просто, наверное, проживать. Вот, то есть, должна быть все-таки какая-то предрасположенность, скорее всего, к тому, чтобы это развелось. Но ты классно сказал про ожидание тревоги, и зачастую ожидание тревоги приводит к тревоге, разумеется. И для того, чтобы это не происходило, в психике иногда вырабатываются компульсии, да, навязчивые, соответственно, действия, которые как будто бы снижают тревогу. На самом деле, ну, они ее снижают в моменте, но повторно, при повторении, соответственно, тревога может усиливаться. То есть, я думаю, что многим нашим зрителям и слушателям знаком момент, когда кажется, что забыл закрыть дверь. Или, например, кажется, что забыл выключить, там, не знаю, утюг, погасить камин и так далее. И человек возвращается домой, смотрит, а там все, естественно, закрыто, все выключено, все как полагается. И потом для того, чтобы не возвращаться 150 раз, он придумывает какой-нибудь ритуал. Ну, некоторые там фотографируют, это, кстати, не подсказка. Один раз меня клиент говорит, ну, точно, сейчас ты мне рассказал, я теперь точно буду фотографировать дверь. Некоторые фотографируют замок. В этом есть какой-то вред, и что? Пусть компульсиями пользуется, если ему помогает. Память забивается в телефоне. Единственный год, я думаю, от этого. Кто-то делает там разного рода. Усиливаются из-за этого обсессии, я думаю, нет. Не знаю, усиливаются, не усиливаются, но компульсии со временем перестают помогать, и они в итоге становятся все тяжелее и тяжелее, как правило, они становятся все сложнее и сложнее. Просто перестают помогать, я тебе согласен. Ну, вот для тревожного человека характерна, в принципе, обсессивно-компульсивная организация личности. И тут надо просто, ну, рассказать, что это такое вообще. То есть, во-первых, значит, что такое обсессивно-компульсивно? Ну, обсессии – это навязчивости, да, то есть навязчивости – это что за симптом? Это так называемый эго-дистонный симптом, то есть, короче, симптом, который воспринимается как чуждый, то есть симптом, от которого человек хочет избавиться. Навязчивость – это могут быть навязчивые мысли, от которых тяжело избавиться, да, это может быть навязчивое представление в виде образов и картинок в голове буквально, это могут быть навязчивые движения, да, навязчивости, ну, то есть у детишек довольно часто бывает синдром навязчивого движения, когда они не могут закончить, повторять какое-то действие. Там пожимать плечами, закатывать глаза и так далее и тому подобное. Навязчивости. То есть мысль, от которой тяжело избавиться, которую хочется выдавить, и она остаётся. А компульсии, то бишь обсессивно-компульсивная расстройство, компульсии – это как раз-таки всякие иррациональные действия, которые призваны от этих навязчивостей избавиться, закрыть этот вопрос и тревогу смирить хотя бы в моменте ненадолго. Компульсии могут быть… Они разные очень бывают. Иногда это бывают такие бытовые компульсии по типу убраться в квартире, и в целом ничего плохого от них. То есть обычные такие нормальные компульсии. А есть, соответственно, компульсии какие-то иррациональные уже, когда ритуал может быть достаточно даже вычурным или занимающим долгое время. Ну вот, не знаю, надо вот когда ты выходишь из дома, чтобы дверь была точно закрыта, вот ты три раза вокруг себя повернулся и хлопнул в ладоши и сказал вслух, я закрываю дверь. Ну, короче. Кстати, проговаривание помогает, да? Проговаривание, да. Или прописывание еще лучше помогает. Ну, там, говоря за себя, могу сказать, что у меня компульсии бывают достаточно часто. Одно из проявлений – это дум-скроллинг, который бывает периодически на фоне всяких там неприятных событий, происходящих в окружающем мире. И сейчас у меня интересная компульсия, я инвестирую деньги, и у меня иногда, не то, что иногда, достаточно часто хочется посмотреть, что произошло со счетом. То есть, это ни мне недостаточно одного-два раза в день, я несколько раз в день смотрю, что там выросло, упало. Причем мне вообще, если честно, пофигу, выросло или упало. Мне главное посмотреть. Вот о чем идет речь. И то же самое в свое время было с счетчиком посещений нашего YouTube-канала. До последнего, недавнего времени. До недавнего времени, когда за последний месяц к нам прилипло 5000 новых подписчиков. Подписчиков и еще 40 тысяч хейтеров к нам прилипло. Вот, поэтому, ну, как-то, не знаю, это меня... Сейчас это не сбавляет тревогу, когда заглядываешь в комментарии уже. Уже скорее вызывает негодование. Может быть, я тебе предлагаю попинать дядюшку Фрейда. Недопинанного. Да, да, да. Который, значит, вот эта вот схема, как в прошлом выпуске подкаста, как описывает классический психоанализ формирования определенного типа характера. Вот обсессивно-компульсивный характер, значит, по Фрейду, связан с анальной фиксацией. И, ну, так как многие критики Фрейда, которые иногда не дочитывают до конца или что-то, говорят, что вот у Фрейда все вокруг там пиписик и попок, значит, и в целом в этом есть какая-то доля правды, что уж там греха таить. Это уже развитие психоанализа и трактовки Фрейдовской психоанализа. Они сделали немножко сглаженные эти концепции, а так в целом там действительно, ну, такие зоны, да, у него сильно играют свою роль, короче. И вот что такое анальная фиксация. То есть анальная фиксация – это та самая фиксация, которая вызывает обсессивно-компульсивный характер. Значит, это возраст, значит, фиксация происходит в возрасте приучения к горшку. По Фрейду, да, когда, значит, маленький человек вынужден, значит, пренебрегать своими естественными потребностями здесь, сейчас, ну да, прямо здесь и прямо сейчас в угоду, значит, социальным ожиданиям, ожиданиям его родителей, что все-таки он будет относить свои дела в горшок. Вот. И вот эта ситуация, возможно, она, ну, не настолько критичная именно вот эта ситуация, что вот он и все, и вот он навсегда станет обсессивно-компульсивным, потому что, например, его приучали к горшку слишком жестко или слишком рано. Наверное, дело не конкретно в этой ситуации, а дело в том, что такие родители, которые были с ним в этой ситуации достаточно жесткие, наверное, они в других ситуациях похожих тоже будут, ну, не менее жесткие как бы, то есть они будут запрещать им там спонтанную двигательную активность, там, не знаю, там, мастурбацию, там, еще что-то. Ну, короче, какие-то вот, какие-то простые, такие природные проявления человеческие будут под запретом так или иначе, как бы. А вот эта ситуация, это как бы яркая иллюстрация первого, в принципе, в его жизни такого, вообще, такой несправедливости. Я думаю, что здесь очень большую роль играет не просто то, что он сел на горшок и то, что там поджимало ему сзади или спереди, вывалило из себя, еще и реакция родителей, да? То есть реакция... Сейчас, момент, про горшок, короче. Вот единственное, значит, было исследование масштабное в Америке, значит, в свое время в Америке, значит, где-то в середине 20-го века была очень популярная воспитательная стратегия приучать маленького человека к горшку до года. Представляете? До года. Ну, в общем, очень рано, да? И те тревожные родители, которые слушали подобные рекомендации, вот они так и делали, короче. И достоверно люди, значит, выросшие вот в этот период, среди них распространенность ОКР, она выше. Поэтому дядюшка Фрейд не настолько уж и не прав в плане своего горшка. Значит, есть что-то в этом какой-то там типа рациональной... Не то, что не настолько уж и не прав, он вообще прав, да? Он вообще прав и вообще молодец. Вот, но, значит, а дальше ты начал говорить вот про реакцию родителей, да? Ну, во-первых, родители, прочтя вот эти рекомендации, что нужно до года, они говорят, правильно, ученые сказали, значит, правильно. То есть, скорее всего, родитель, он уже немножечко абсцессивный, он боится сделать неправильно. Да, да, да. Соответственно, он ребенка научает каким-то правильным действием. Ребенок еще, бедолага, только-только на карачках передвигается, и вообще сидеть на попе-то ему вообще долго не алло, пока еще там изгибы всякие формируются, тело. Ну, да ладно, они его уже туда нахлобучили. Так, но, а представь, он навалил много. То есть, мама в счастье. В горшок. В горшок, да. Вот он сел и навалил сразу много, или там написал прям полгоршка. И мама бьется просто в истерическом... Настолько салюты пускают. Молодец. Молодец. Ну, короче, поощрение. Поощрение. И тут маленький Ванечка может принять решение. Я хороший, когда много гажу. О, не так, наверное. Я хороший. Пусть так. В правильном месте. Ну, подожди. В правильном месте. Когда я накапливаю. Когда я накапливаю. И очень многие люди, скажем, в сональной фиксации становятся как корейка у знаменитых классиков. Миллионер-корейка, который накапливал, накапливал. Но никому не показывал. Чем гордиться? Когда в детстве, вот, чем же ты копил, ты что будешь гордиться? Так вот, вот она тебе реакция. А если, скажем, наоборот. Вот давай предположим, что наоборот. Вот его посадили, а ребенок еще не вдупляет, что надо вот в горшок. Он там сидит, машинку катает, а мама говорит, вот это вот, давай, 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 давай. А он вообще еще не вдупляет. Что будет? Просьба обсессивных писать комментарий по слову не вдупляет. Нельзя так говорить. Ну, хорошо. Что будет? Что будет? Что будет? Что будет? Что будет? Не знаю, что будет. Смотри, что будет. Вообще есть базовый конфликт чувств. Когда такого маленького ребеночка, значит, приучают жестко к горшку, в этот момент, во-первых, он испытывает гнев. Ну, потому что, блин, чего? Игру оборвали, посадили. Нет, я что, долг, вот что? Я негодую. Ну, короче, гнев, да, потом. Но родители, на родителей на таких злиться нельзя. То есть это такие, это родители, которые говорят, ты чего? Так нельзя. На родителей в семьях обсессивных, компульсивных, тревожных абсолютно точно злиться нельзя, потому что это родители, это вообще святое, ты что? И когда, значит, во-первых, злиться на них нельзя. Во-вторых, то, что ты делаешь мимо горшка, это вообще ай-яй-яй, так нельзя. Это грязная и неправильная твоя часть, социально неприемлемая твоя часть. Это дает прекрасную почву для воспитания, чувство стыда. Стыда. Да, и, конечно, тревоги, потому что не дай бог сделать что-то не так, то, что не понравится моим родителям, да. И в итоге гнев зачастую как раз-таки оказывается подавленным у тревожных людей. Он все равно есть зачастую, да, то есть выплесками какими-то он там пробивается у тревожных людей, но в целом он под запретом вообще находится. И вот этот вот конфликт такой, значит, он… А дальше вот что, про накопление-то, короче, да, то есть есть тревожные люди склонны больше обсессивные, а есть больше компульсивные. Есть те, у кого и того и сего где-то на серединке, но вот эта вот метафора про горшок, короче, она как раз клево играет красками, очень смешно в плане разделения на обсессии и компульсии. Вот больше обсессивный человек – это ребенок, который сидит на горшке, который нашел способ, короче, как ему и полностью не подчиняться родителям и не делать ничего плохого. Он сидит на горшке очень долго. Его просто посадили, и он сидит. А что, ничего плохого не делает в целом? Ну и не гадит. Вот. И поэтому, значит, люди очень обсессивные, склонные к обдумыванию и сомнениям вызывают у людей вот такой вот как раз-таки негодующий родительский перенос. Ты либо гадь уже давай, либо слезай из горшка уже, пожалуйста. Ну давай уже, вот это. Вот. Это такие обсессивные товарищи, короче, а компульсивные. Это те люди, которые, приходя на прием, как было написано, кстати, мне кажется, у Фрейда про контрперенос, который возникает на таких людей. Это те люди, которым хочется поставить клизму. Да. Вот они очень рассказывают. Вот эти размышления, которые… Свои переживания рассказывают очень долго, в мельчайших деталях. Это те, кого раньше называли эпилептоиды. Они вот вязнут очень долго, долго, уже хочется шлепнуть по щеке, сказать, дружок, давай уже скорее. Ну и размышления вот эти, ну, с одной стороны, хотя с другой стороны, вот такие, да, вязкий такой, обсессивный. Вот он сидит на горшке, как будто бы, да. А компульсивный – это тот, который принимает правоту родителей, но он знает, что в нем есть вот эта грязная часть. И чтобы не допустить своих сомнений и вот этого стада грязи, он быстренько в туалет забежал, сделал свои дела и убежал. И компульсивный человек – это тот, кто научается жить с зудом незакрытых дел. У него вот это надо быстро сделать, быстро сделать, чтобы не сидеть, не сомневаться. У него долженствование. Да, должен, да. У него пульсирует в голове долженствование, и эти люди очень часто приходят, ну, очень, не пытаясь избавиться от этого слова, никак не получается. Очень часто. Вообще, очень слова не могу избавиться от него. То есть, эти люди часто приходят на прием с чем? С тем, что они очень, опять хотела сказать, они сильно задолбались. Ты сейчас обсессивный. Я сейчас, да, обсессивный. Они сильно задолбались. Почему? Потому что теща просит на дачу съездить, жена просит денег заработать, просит развести, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И на работе еще нужно быть очень таким правильным и так далее. И они, как правило, не начальники, они, как правило, подчиненные, но их очень любят начальники, потому что эти люди всегда классные исполнители. И вот это долженствование, он должен, 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 должен. Потом в какой-то момент происходит взрыв какой-то, да, то есть у него либо паническая атака, либо приступ гнева, когда он бьет кружки и кричит, я больше так не могу, отстаньте от меня. Ну, потом он ложится спать и с утра продолжает быть должным. И, собственно, наличие стиля воспитания достаточно жесткого и требовательного подразумевает развитие специфических психологических защит у тревожной личности. Ты говорил про избегание. Да. Да, то есть тревога, я ее избегаю, все понятно. Вот такой, значит, тип психологической защиты. Потом, значит, а, ну, собственно, компульсивный тип психологической защиты – это аннулирование. Это сделать какое-то действие, которое аннулирует предыдущие переживания мои, как будто бы. Например, ты приходишь с работы, там был напряженный день, и, ну, пострадала твоя самооценка. Но ты можешь квартирочку быстренько… Помыть. Помыть, почистить, и тебя отпустило. И ты хороший. Вот, какое-то действие, которое аннулирует предыдущее, как будто бы ничего не было, очистил. Вот так, взял и очистил. Это очень, кстати, в метафоре с приучением к горшку. Очистить надо что-то, и все хорошо становится сразу. Например. Поэтому, кстати, компульсия довольно часто связана с чистотой. Ну, то есть, вот какие-то символические бывают действия, связаны с чистотой, с наведением порядка, там, и так далее. Вот. Это, значит, аннулирование. Есть изоляция эффекта, потому что, да, то есть чувство помимо тревоги мы, соответственно, отрицаем. Да. Да, чувство – это слабость, там, ну, это вообще нельзя, спонтанность, ты чего вообще придумал? Значит, и, соответственно, изоляция эффекта – это такой временный механизм психологической защиты, когда что-то, ну, вот происходит, ты что-то делаешь, например, эмоционально даже заряжен, ну, как предполагающий эмоциональный заряд, но в моменте ты отказываешься от чувств, как будто бы ты это не чувствуешь. Это, ну, психологическая защита хирурга, который, да, делает операцию, он не может в этот момент думать, господи, я режу живого человека. Ну, как правило, думать-то они, я не знаю, что они там думают, но если ЭКГ у них снять, у них ЭКГ там мам не горюй. Суть в том, что он отказывается от этих переживаний, он, может быть, и что-то чувствует в этот момент. Ну, понятно, что это неосознанно, как бы. Естественно, да, но он интеллектуализирует, занимается делом, как бы, эти эмоции его могут нахлобучить потом, то есть догнать его там вечером, например, да, когда он чувствует дикое напряжение, там, а в моменте он их выключает. Также интеллектуализация – это типичная психологическая защита тревожного человека, да. А, морализация, конечно же, потому что это вообще прекрасно. Морализация, значит, это когда, значит, человек тревожный свои действия описывает как действия из лучших побуждений с точки зрения морали. В частности, например… Уже с доброй волей. Конечно, прекрасно таким образом работает морализация выплесков гнева, потому что гнев-то у него все равно есть, да, и ему надо как-то его отыграть. Как он его будет отыгрывать? Он возьмет и накажет негодяя, который плохо сделал, который его подрезал на дороге или там, ну что-то. То есть, взял там, какой-то человек очевидно, значит, там, ну, сделал какой-то очевидно такой нехороший поступок, а вот он его накажет и, соответственно… Ну вот здесь, с одной стороны, морализаторство, с другой стороны, тревога идет рядом с другими эмоциями. И, скажем, тревога, мы уже с тобой как-то сказали, вот когда ты описывал свой приступ тревоги, ты сказал, я потом был опустошен. Так вот, человек, длительно тревожащийся, очень сильно устает и фактически зачастую приходит с асценодепрессивным синдромом, когда он абсолютно опустошен, он раздражительный, он плаксив и так далее. И он раздражительный не потому, что он злой, а потому что вся энергия его уходит на тревогу, и он, соответственно, устает, он выдает вот эти вот всплески раздражения своим близким, потом сам убивается, сам убивается, плохо сказал, сам уничижается, у него огромное чувство вины и так далее. Так вот, коль уж зашел разговор про то, что бывают рядом с другими чувствами тревога, мы с тобой не единожды в этом подкасте говорили про такую патологию, как пограничное расстройство личности, и по моим наблюдениям, эти люди тоже зачастую приходят к нам с тревогой. Но здесь, если начинаешь детализировать, а что ты конкретно чувствуешь, эти люди зачастую вообще не говорят про тревогу как таковую, то есть они чувствуют. Страх покинутся. И очень важно все-таки, опять очень, что ж такое-то, нужно погружаться в... Ничего страшного. Ничего страшного, абсолютно. Очень и очень. Знаешь, какой главный подход в работе с обсессивным? Доброта и терпение. Вот важно сегментировать и разбираться вообще, что человек конкретно испытывает. Вот ты как-то повествовал, и у меня возникал вопрос. А как нам, вот как ты думаешь, что будет, наверное, если столкнутся два тревожных человека? Ну как, что? Будет паника. Будет паника. Будет паническая атака. То есть... Как мы уже поняли, будет паника. То есть один человек может заряжать тревогу другого человека, да? Если сильно тревожный, пассионарный человек, он может заразить тут вообще полстраны своей тревожностью. А если встречается, скажем, нетревожный человек и тревожный, они могут друг друга компенсировать, и каждый из них будет немножечко комфортнее. Или если встречается обсессивный и компульсивный. Вот. Они друг другу могут... Одного тревога, а другой? Да, а другой заканчивает эту тревогу быстренько на корню. Я про морализацию еще подумал, что, ну вот, когда тревожный наказывает, значит, человека, который ведет себя неправильно, это же вот прям здесь начинается время пацанских пабликов из ВК. Там цитата была такая. Я помню, я когда-то читал, я подумал, да, это вполне имеет место быть. Значит, цитата такая. Мы сначала себе что-то запрещаем, а потом бесимся на тех, кто себе это не запретил. Ну, с курением у меня так было. Да, я когда курил, мне так не нравились те люди, которые курят. Тревожного могут раздражать люди, которые разрешили себя вести неправильно, да, как-то вообще вот взять вот так вот просто вообще вести себя плохо. Еще есть один тип психологической защиты специфический, это реактивное образование. Реактивное образование – это когда ты наталкиваешься наталкиваешься на негативные чувства к какому-то человеку или, не знаю, явлению, действию, но в голове у себя преобразуешь ее на прямо противоположное. Это как, знаешь, этот тип психологической защиты лучше всего, на самом деле, он описан в семье, когда рождается второй ребенок. И первый ребенок, он же ревнует и вообще чувствует явно несправедливое переключение внимания. И, значит, у него, конечно, закономерно может возникать чувство гнева, раздраженности и злости на этого самого маленького персонажа, маленького кабачка, который родился и требует всего внимания родителей. Но родители обсессивные говорят, ты что, так нельзя, ты смотри, какой он хороший, розовенький, пушистенький, замечательный, вообще его надо любить. И ребенок, собственно, включается так в эту любовь, что просто ай-яй-яй, вот он за ним ухаживает, но иногда, когда обнимает, придушивает. Но суть в том, что это в детстве, а во взрослом состоянии, слушай, я неоднократно такое слышал, когда, например, есть конкретное какое-то действие, которое домохозяйку раздражает. Ну, очевидно, например, она не очень любит там, типа, мыть полы, так? Но она скажет так, я мыть полы, люблю, обожаю мыть полы. Это похоже на пример Гришковца, когда он рассказывал про моряков, которые драют палубу, а к концу, и ненавидит это всем сердцем, а к концу срока такие, палубу надо любить, обожаю, обожаю это делать. В общем, такое, как стокгольмский синдром своего рода, короче, инверсия, там, переживания, вот такие вот, такой специфический тип психологической защиты. Ну, и тревогу может трансформироваться, точнее, наверное, не так, я скажу. Может же быть даже тревожная любовь. Тревожный тип привязанности. Тревожный тип привязанности. И тревожный тип вообще, контролирующие родители же бывают, да? И зачастую контроль – это не средство подчинения, это средство, чтобы успокоить их тревогу. То есть, когда ребеночек рядышком, когда он бегает вот здесь вот около ножки стола, я чувствую меньшую тревогу. Блин. Я просто думаю, тот ребеночек потом вырастает с ощущением вот каким. Я понимаю, что на меня не плевать, если за меня волнуются. И делает все, чтобы за него волновались. Ну, например. Ну, а он… Ты даже можешь ничего не делать, он может просто окружать себя людьми, которые за него переживают. Это… Ну, вот смотри. Вообще звучит, как очевидная штука, да? То есть, если ты меня любишь, ты за меня волнуешься. А настолько ли она вообще обязательная, очевидная? Может быть, любовь такая, как у меня был случай, когда девушка встречалась с девушкой с аутизмом. И это… Хороший пар. Да. Девушка пыталась добиться внимания девушки с аутизмом. Говорит, мы когда-нибудь встречаться будем с тобой вообще вживую? Ну, чаще, чем раз в два месяца. А та говорит, а зачем? Ну, мне тепло от того, что ты просто есть. Ты просто есть где-то. И этого достаточно. Девушка с аутизмом не волновалась вообще. Прекрасно себя чувствует. Видишь, как я говорю, начали они встречаться хотя бы? Они закончили. Они закончили довольно быстро. Вот. Но вот… Ну, то есть, не обязательно, короче, да? Такая тревожная любовь. Не обязательно тревожная любовь. И зачастую тревожная любовь, она вообще, наоборот, измучивает. Она измучивает и самого тревожащегося, и того, за кого происходит переживание. Да. Тревожная личность, тревожные переживания не всегда являются патологией, как мы с тобой обсудили, что есть люди вполне себе компенсированные, очень удобные для окружающих. Сказал я со смешком. Ну, да, в целом очень удобные для окружающих, и самим им бывает, в принципе, тоже неплохо, если они чувствуют себя нужными, если есть люди, подтверждающие их значимость, что они всё делают правильно и так далее. С этим всё хорошо. А есть грани тревоги, которые требуют лечения. Если говорить, ну, соответственно, иногда это требует медикаментозного лечения, иногда психотерапевтического лечения. Тут мы говорили про когнитивные подходы, да, то есть влечение всяких там панических переживаний, да, или там десенсибилизации при ипохондрии, как не так давно происходило в нашем центре, да. Я не помню, что происходило в нашем центре. Ну, когда был ипохондрический пациент, который рассматривал свои родинки в дикой панике и тревоге, и один из наших специалистов заставил его рассматривать долго эти родинки, пока его не отпустит тревога. Да, десенсибилизация, такой чисто поведенческой такая метода, которая вполне себе может работать, да. Вот. А в длительной психотерапии, значит, ну, снятию тревоги способствует, во-первых, что? Нетревожная принимающая спокойная атмосфера, обстановка. Это репарентинговая терапия, которую я не устал повторять, на мой взгляд, самый такой лучший инструмент. Когда в голову клиента постепенно залазит, сейчас паранойки напрягли, да, постепенно залазит психотерапевт, который говорит, да не переживай, ты хороший, ты не умрешь сегодня. Мне нравится один из инструментов такого залазения, которое описывает МакВиллиамс, когда она говорит, вот есть у тревожного проблемы с выражением гнева, например, с проживанием негативных эмоций разного рода. Надо не просто разрешить человеку их проживать, а еще и дальше продвинуться. Надо с ним вместе кайфануть от этих эмоций, чтобы он научился это делать и перестал, значит, ну, себя наказывать за это. Например, выражать гнев по поводу кого-то из его близких и смаковать его вместе с психотерапией. Да, слушай, ну это класс, это вообще, то есть это я заметил достаточно давно, как-то мне сделал замечание один из наших коллег, говорит, почему у тебя в кабинете иногда такие крики, крики гнева и иногда мат? Я говорю, так у меня кабинет, в котором можно безопасно выражать гнев, главное не портить предметы и лицо психотерапевта, а все остальное, пожалуйста, выражайте. Было бы классно, если, я думаю, кстати, в следующий раз мы купим с тобой Германа, знаешь, Германа? Герман – это, короче, вот этот бюстик, в боксе использует этот, ну, такой человек без головы, голова и грудь, и, в общем, Германом называют, и поставим деньги, и будем заносить его, значит, в кабинет и выражать там вместе, вместе мочканем Германа с клиентом. Я как раз хотел поинтересоваться, крики из моего кабинета, они, мне кажется, настолько жесткие бывают часто, что, наверное, другие пациенты могут пугаться. Сейчас подписчики просто разбегутся, скажут, ты там руки-ноги отрезаешь. Они часто бывают жесткие и веселые, но очень часто матерные, конечно. Вот, ну да, вот такое вот выражение гнева, принятие выражения эмоций вообще в принципе. Да это целебная вообще функция, на мой взгляд. Вообще психотерапевт, он должен быть принимающим, он, блин, здесь я сказал очень абсидикомпульсивно, да, должен быть принимающим. Было бы классно, если бы терапевт был принимающим, он принимал не только хорошего клиента, но и клиента со своим горшком, в котором лежит много гнева. Ну, есть еще, ну и, соответственно, аналитический подход очень подходит в принципе обсессивным, потому что они в целом привыкли думать и размышлять, ну вот часто анализировать что-то. И в аналитическом подходе, например, здорово бывает поанализировать драйверы, предпочтительные модели поведения, да, бывает хорошо поанализировать предписания. Ну, в общем, такие анализы, анализы, анализы посвятить. Что же касается самопомощи, в одном из комментариев последних под нашим видео было, ребят, расскажите, что вообще с этим делать, что мы будем делать с тревогой. Ну, и мы сегодня уже немножечко с этим коснулись. Первое – это твой опыт, который ты принес. Первое – это прийти в себя, проснуться. Есть практики заземления, то есть вот эти вот ментальные всякие, значит, формулы по типу «я знаю, что сейчас происходит, я знаю, что от этого не умирают, я знаю, что еще какое-то время мне будет плохо, но это пройдет», ну и так далее, по кругу, короче. Есть техники заземления, связанные с тактильными ощущениями, что-то в руках вообще иметь, значит, ну, что-то такое. Да, с четкими тактильными ощущениями в руках, значит, соответственно, всякие тактики по типу 5, 4, 3, 2, 1, найти вокруг себя, например, там, 5 разных цветов, 4 разных тактильных поверхностей, там, и так далее. Ну, в общем, сделать все, чтобы оказаться в ситуации здесь, сейчас. И туда же относятся, например, дыхательные практики, в которых, ну, в чем они вообще, в принципе, заключаются? Это чередование определенного количества, там, глубоких вдохов с поверхностными вдохами, выдохами и так далее. Или сложные дыхания. Вот, да, и самое главное, не конкретные, ну, техники они работают, а работают именно то, что ты на них фиксируешься, короче. То есть они должны быть сложные, отвлекать внимание, погружать в их выполнение, там, и в этом будет самая главная их задача. Что же касается ситуации, если вдруг человек оказался рядом с тревожным человеком, да, и тревожный несет, гонит пургу тревожную, и нужно что-то с этим сделать, видно, что ему становится плохо. Я думаю, что в этот момент нужно, самое главное, не прекращать этот поток пурги тревожной. Не говорить, да, ты хватит, успокойся. Успокойся, прекрати гнать дурь. Вот, просто побыть нужно рядышком. Послушайте. Когда-то этот поток иссякнет, а потом попробовать, ну, скажем, рационализировать, принести свою точку зрения. Можно попробовать там интеллектуализировать, просто поразгонять эту тему. Можно просто сходить, ну, ты говори-говори, а я тебе чайку горячего налью. Позаботиться. Позаботиться о нем. Если в дальнейшем получится еще. Если и это не помогает. То иногда приходится прибегать к достаточно жестким методикам. Я читал в одном из пособий, говорит, крутануть нужно за сосок. Ты представляешь? Телесно-ориентированный человек. Ну, ты представляешь, то есть это вообще методика, которую используют для того, чтобы понять, в коме человек или не в коме. Человек лежит там бездвижно, крутануться за сосок, это болевая чувствительность. Это типа отыгрывание эмоций прекратить, когда человек вообще уже не в контакте с реальностью. Когда совсем не в контакте. То есть это, грубо говоря, там, называется психологически отшлепать его по щекам. Раньше применялось там воды, набирали холодной, а в человека вот так вот. Но в современных реалиях можно потом сесть, точка. Куда-нибудь за такое поведение, но иногда можно и гаркнуть. Иногда, ну, соответственно, осознанно и не сильно унижая. Иногда можно просто облить человека холодной водой как-нибудь, я не знаю, там, ушат холодной воды. И потом уже начать рационализировать. Но это уже когда совсем нет контакта. Он больше не вернется и будет очень сильно тревожиться. Ну, я не говорю про психотерапевтические вещи. Я говорю про, ну, если в семье. Ну, если вот там, скажем, мама переживает, а сын не знает, как ее успокоить. И вот, ну, никак. И он берет ведро воды холодной. Просто говорит, окстись. Окей, окей, все понятно. Хорошо. Нормальные варианты. Значит, ну, а что, в длительной, долгосрочной, так сказать, терапии, взаимодействия с нетревожными людьми, которые демонстрируют тебе свои стили психологической защиты, да, которые помогают. Ну, а если ты в разговоре, вот когда ты, например, долго слушал тревогу и не прекращал ее, в конце придешь к какому-то успокоению, когда можно будет еще и посмеяться. И это вообще просто шоколад. Прекрасно. Замечательно, да. Ну, как-то так. Самый плохой способ борьбы с тревогой – это алкоголизация и наркотизация. Ну, да. Однозначно, потому что алкоголь, что наркотики, к сожалению, тревогу в моменте. Они ее могут облегчать, с утра они всегда ее ухудшают. Опять же, это связано с определенными нейрохимическими перестройками. О чем, собственно, свидетельствует, что дебют панического расстройства довольно часто происходит на утро после выпитого. Или после первого эпизода употребления каннабиса. Ну, да. Вот такие тревожные. Да, и это то, о чем я говорил в прошлый раз. Это та ситуация, в которой мы видим, что я по природе более обсессивный, а ты больше компульсивный. И в этом смысле мы можем друг друга дополнять. А еще, возможно, сферы приложения тревоги у нас разные. Вот, и это тоже решает. Ну, да, решает, каким образом выстраивать симбиотические отношения, о которых мы можем поговорить в следующем подкасте. А пока я предлагаю нашим слушателям написать в комментариях, как вы испытываете тревогу, о чем вы тревожитесь. И, быть может, вы найдете в других комментариях ответы на свои тревожные вопросы. И хотя бы похожих на себя людей, что тоже здорово. Ну, что, я предлагаю заканчивать. Да, спасибо, что досмотрели, дослушали наше видео или звук до конца. Оставайтесь с нами. С вами были врачи-психотерапевты, братья Новикова. Всем пока. Пока.